Приветствую вас. Вот как мне показалось из вашего сообщения, что причин, по которым у вас не сложилась романтическая история, не смотря романтическая линия, несколько, и я бы на вашем месте не стал бы как-то, знаете, вот, как-то, так вот, я имею ввиду, превентивно, да, смотреть на то, в чем конкретно проблема, потому что, по моему мнению, как вот я увидел, и то, что я увидел, можно сказать, что вы, скорее всего, просто-напросто мне подошли немножечко характерами, чуть-чуть вы разные люди по темпераменту, по моему мнению, это вот, по крайней мере, так, вы довольно разные люди по темпераменту, и, соответственно, из-за этого у вас, понятное дело, ну, ничего не получилось. Вот. Есть ли ваша вина в том, что вы сделали, есть ли ваша вина в том, что вы совершили, ну, вы знаете, вины на самом деле, вот, именно вины, нету, нету ни у кого. То есть, я бы не стал говорить, что вот есть обязательно прямо, чья-то вина, что виноваты вы, что вы отбили, отбили, как вы сказали, желание у мальчика встречаться, и так далее, а я бы так не говорил. И на самом деле, поясню почему, почему. Видите ли, ну, вы совершенно не должны, и не обязаны терпеть ситуацию, при которой вам вот как-то неприятно, как-то некомфортно вы, если вы чувствуете, что, ну, что отношения развиваются совсем не так, как вы бы этого хотели. То есть, вам ни в коем случае нельзя себя как-то, ну, знаете, насиловать, да, как-то выставлять как-то себя, значит, там, подавлять, ломать и прочее. Это не было бы правильно, вот, в данной, в данной ситуации. Поэтому, благополагаю, что, со своей стороны, вы правы. Вот. Значит, но, надо сказать, что мужчина, мужчина, он ведь, ваш мужчина, он ведь изначально тоже не проявлял такой какой-то уж совсем реальной активности, того, чтобы быть, например, с вами в отношениях, да, мужчина, он был спокойным, спокойным, недоропливым, не проявлял особой инициативы, чтобы быть с вами, при этом он не мог не видеть, что у вас, значит, ну, он не мог не видеть, что ваш темперамент такой, что вы, ну, определенно не стали бы, вот, терпеть подобных ситуаций, ситуации, да, когда, значит, мужчина, ну, когда мужчина не проявляет достаточной степени инициативу, и я думаю, что он это прекрасно видел, он это прекрасно знал, он это прекрасно понимал, но целенаправленно ввел себя так, именно потому, что не очень сильно он хотел быть с вами. Вы знаете, если бы, если бы, вы были бы немножечко по, ну, как, 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 как вот тут правильно сказать, повестными, нет, если бы вы были, наверное, немножечко по деликатнее, то ситуация, может быть, продлилась бы чуть дольше, отношения у вас продлились бы тоже чуть дольше, может быть, у вас бы что-то совместное и получилось быть именно совместно. Но, понимаете, в чем дело, как бы совместно здесь, может, можно понимать так, что вот вы встречались бы так, как, ну, так как вам совсем, совсем бы, например, не хотелось бы, и кому от этого было бы хорошо, кто от этого бы выиграл, кому от этого стало бы лучше. Если честно, я думаю, что абсолютно никому, никому. И в таком случае можно говорить о том, что, скорее всего, это даже здорово, что вы расстались, это даже здорово, что вы развестили свои отношения. Раньше не стали их вымучивать, как бы, вот. Далее, значит, повлияло ли на мужчину, значит, его любовь предыдущая, да, его отношения предыдущие, значит, ответ на этот вопрос давать весьма и весьма опасно, потому что нельзя обсуждать человека, если мы его не знаем, но исходя из того, что вы написали, я имею в виду, что, значит, я имею в виду, что мужчина, как вы сказали, самый такой довольно чувствительный, да, такой довольно эмоциональный, такой весьма интровест, то есть весь в себе, вот. Я думаю, что в этой ситуации, в этой ситуации, конечно, сыграла роль, значит, его предыдущее отношение, безусловно, сыграло большую роль это, потому что он не мог не сравнить, вот, то, что у него было до встречи с вами, да, и как у него были эти, как у него складывались отношения до встречи с вами, и то, что и сейчас. И вполне возможно, что мужчина просто понял, что он не сможет вам дать вот то, что вы хотите, вполне возможно, что мужчина просто осознал, что, ну, что он не сможет быть для вас тем, кем вы хотели бы, например, его видеть, и, собственно, по этой причине он и решил как-то вот самоликвидироваться, если так можно выразиться. То есть, понимаете, вы, на самом деле, на мой взгляд, по моему мнению, вы не сделали ничего такого, что, значит, как-то вас, ну, как-то заставило бы посмотреть на вас по-другому, да, то есть, вы не сделали ничего такого совершенно, вы, вот, как поступали всегда, вы так и поступали. И я думаю, что в этом отношении тут больше ответственность на мужчине, а не на вас, потому что у вас есть вот свои предпочтения относительно того, какого мужчины вы хотите видеть рядом с собой, у вас есть свои желания, да, у вас все вот это вот у вас есть, и, как бы, если мужчина может вам это дать, он это дает, если нет, то нет, и все, как бы. То есть, на мой взгляд, все довольно, так, знаете, ну, довольно откровенно, довольно открыто, вот. Но, значит, что я хочу сказать еще, для меня не очень понятно только одно, для меня не очень понятно только одно, почему вы, зная, что с мужчиной вас ничего связывать вот не будет, да, то есть, вы сами сказали, что видите рядом с собой другого человека, что, в общем-то, этот мужчина вам не подходит, что вам хотелось бы другого, вот. Зачем и для чего вам были нужны отношения, как вы сказали, на полгода, вот. Зачем вам нужно это, для чего вам нужно было это, вот это, наверное, надо бы с вами разобрать. То есть, почему вы хотели, ну, давайте говорить честно, почему вы бы хотели поразличить с этим мужчиной, если не планируете ничего серьезного с ним? Зачем? Зачем? Зачем вы это делаете? Для чего? Потому что, ну, он мог бы, допустим, он мог бы в вас влюбиться, он мог бы к вам привязаться, а вы потом, например, его бросили бы, и он из-за этого, например, еще бы страдал. А я понимаю, что вас это не особо волнует, наверное, но, тем не менее, вопрос подобного плана, мне кажется, я должен вам задать, чтобы вы хотя бы вот себе постарались на него ответить, потому что это очень важно. Если вы, как вы говорите, относитесь к отношениям как к делам, да, то я думаю, что этот вопрос, он будет вам понятен, и вы, ну, как бы, нормально его воспримите, адекватно воспримите это, и просто-напросто постарайтесь понять и, наверное, ответить на него хотя бы для себя, потому что это очень важно. Вот. Значит, в принципе, на этом я думаю, он закончится, я ответил на ваш вопрос, вот, значит, если у вас какие-то дополнительные уточнения остались, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи.